Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Я считаю, что миссия проведена успешно и, в общем-то, достойно. Миссия технической поддержки ВАО АЭС. Эта информация важна не только для инспекционной службы, для которой и разрабатывалась эта методика, но также и для каждого специалиста, работающего на атомной станции. Подготовка к проведению корпоративной миссии АСАРТ. Внимание! Правильный ответ. Это Баржак. Седьмой открытый турнир «Что, где, когда». 14 сентября в соответствии с приказом генерального директора концерна «Росэнергоатом» Павел Алексеевич Лупенский приступил к выполнению служебных обязанностей директора Смоленской АЭС. Павел Алексеевич окончил Краснодарский политехнический институт. Трудовой путь начал в 1980 году инженером в цехе наладки испытаний и пуска строящейся Смоленской АЭС. Прошел все ступени профессионального роста до должности заместителя начальника смены станции и заместителя начальника турбинного цеха. С 1998 по 2002 год возглавлял администрацию Десногорска, затем вернулся на Смоленскую АЭС. На станции до настоящего времени работал заместителем директора по общим вопросам. Смоленская АЭС На Смоленской АЭС завершилась миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции по теме организации производственного контроля ядерной, технической и промышленной безопасности. В состав команды экспертов вошли представители Московского центра ВАО АЭС, концерна Росэнергоатом, а также Ростовской станции и АЭС Маховце, Словакия. Целью работы международных российских специалистов был обмен опытом и идеями по решению актуальных вопросов, выработка совместных решений и рекомендаций по улучшению в различных областях, а также подготовка Смоленской АЭС к партнерской проверке ВАО АЭС, которая пройдет в 2017 году. В течение недели команда и представители Смоленской атомной станции вырабатывали рекомендации, которые в дальнейшем могут помочь в улучшении безопасности Смоленской атомной станции. Я считаю, что миссия проведена успешно и, в общем-то, достойно. В ходе миссии технической поддержки эксперты рассмотрели вопросы организации производственного контроля на Смоленской АЭС, побывали на производственных участках атомной станции, где ознакомились, каким образом обеспечивается безопасное функционирование опасных производственных объектов, а также с мерами по предупреждению инцидентов на этих объектах, беседовали с персоналом, делились опытом в области организации производственного контроля безопасности. На заключительном совещании эксперты представили проект отчета и свои рекомендации по совершенствованию организации производственного контроля безопасности на Смоленской АЭС. Смоленская АЭС станет одной из площадок проведения корпоративной миссии АСАРД. Об этом заявил заместитель генерального инспектора, главный инспектор концерна «Росэнергоатом» Павел Медведев в ходе деловой встречи по оказанию методической поддержки и обмену опытом, которая прошла на Смоленской АЭС. В ноябре 2018 года такая миссия будет проводиться в концерне, то есть это не проверка отдельной станции, это проверка концерна в целом, как эксплуатирующей организации. Особенность ее заключается также в том, что те 9 направлений, которые будут проверяться экспертами МАГАТЭ, 9 направлений распределены между тремя станциями. То есть на 3 станции концерна будут визиты экспертов МАГАТЭ по конкретным направлениям. Наше направление в терминологии МАГАТЭ называется корпоративный независимый ядерный надзор, и по этому направлению будет визит на Смоленскую станцию. Подобный формат международной проверки на сегодня прошли всего две организации, эксплуатирующие АЭС – чешская энергокомпания ЧЕС и компания «Электросити де Франс» Франция. Руководство концерна придает большое значение предстоящей миссии АСАРД, рассматривая ее как импульс для улучшения деятельности электроэнергетического дивизиона. Генеральной инспекцией концерна «Роснергатом» реализуется ряд ПСР-проектов, направленных на совершенствование и оптимизацию проверочного цикла комиссиями эксплуатирующей организации. Внедряются новые подходы в работе. В их числе – новая методика выявления причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при инспекционных проверках безопасности АЭС, разработанная Обнинским научно-исследовательским центром «Прогноз». Достоинство этой методики, может быть, и отличие в том, что тот перечень причин, тот классификатор причин, он сделан, составлен с помощью обобщения огромного, богатейшего опыта эксплуатации, опыта проведения инспекционных проверок. Причем не только силами инспекции центрального аппарата атомной станции, но и других надзорных инспектирующих органов. Понять принцип действия новой методологии и убедиться в ее эффективности специалисты инспекционных служб атомных станций смогли во время обучающего семинара, проведенного на площадке Смоленской АЭС. Седьмой открытый турнир «Что, где, когда», организованный Клубом 3000-х и Организацией молодых атомщиков при поддержке руководства и профсоюза Смоленской АЭС, собрал рекордное количество участников. 21 команда представителей подразделений, молодежной и ветеранской организации станции, предприятий, учреждений и школ Десногорска 16 сентября боролись за право быть лучшими на интеллектуальном ринге. Игроков приветствовали представители жюри, заслуженный энергетик России Михаил Степанов и председатель Совета ветеранов Смоленской АЭС Раиса Злокоманова. Они пожелали участникам турнира показать свои глубокие знания, широкий кругозор и умение работать командой, зажигательные игры и ярких побед. По итогам игры первое место одержала сборная команда работников Смоленской АЭС из города Рославля «Сим» с результатом 33 очка. За второе и третье места разгорелась упорная борьба. В результате к финалу с одинаковым результатом 29 баллов пришли сразу две команды – сборная Смоленской АЭС 3000-х и сборная Роллтон гречка и приправы. Только силой игры количество правильно взятых сложных вопросов определило места. Вторую ступеньку пьедестала занял Роллтон. Сборная Смоленской АЭС стала третьей. Председатель жюри, заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Анатолий Терлецкий вручил победителям кубки, медали и подарки от профсоюзного комитета станции. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго.